Совокупность указанных обстоятельств Наказание по приговору от 5 июня 2017 года Миндуссерийного районного суда города Барнаула В соответствии с пунктом В, часть 1, статья 58 Уголовного кодекса Наказание нерушим следует отбывать в исправительной колонии строгого режима Приозначение наказания подсудимого также судом учитывается положение В части 2, статья 68 Уголовного кодекса Основание для изменения категории преступления А также применение статьи 73 Уголовного кодекса суд не усматривает Суд читает возможно не назначать нарушение Дополнительное наказание в виде ограничения свободы Принусмотренная санкция в части 2, статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Поскольку основание для освобождения Миндуссерийного района от курсальных издержек Не имеется от курсальной издержки в сумме 632 рубля 50 копеек За осуществление защиты Нерушина в ходе предварительного следствия Подлежат отысканию с Нерушином На основании изложено руководство ст. 307-309 Уголовного кодекса Российской Федерации Приговорим признать Нерушина Евгения Александровича виновну В совершении преступления предусмотренного частью 2, статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года На основании части 5, статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации Путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Индустриального районного суда города Барнаула, Алтайского края От 5 июня 2017 года по совокупности преступлений Назначить Нерушину Евгению Александровичу наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима Срок наказания исчислять с 12 апреля 2018 года За честь срок назначенного наказания срок содержания Нерушина под стажей В период с 18 апреля 2016 года по 11 апреля 2018 года Вещественные доказательства по делу детализированного отчета соединения Хранить при уголовном деле Озыскать Нерушина фрукциальной удержки 632 рубля 50 копий Настоящий приговор может быть обжалован в Сибирский областный суд в течение 10 суток С одни его разглашения Осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента выручения ему копии приговора Осужденный вправе в случае подачи им апреляционной жалобы Ходаться по своему участию в рассмотрении уголовного дела судом апреляционной инстанции Копия приговора Нерушина будет направлена судом по месту Вашего содержания в СИЗО-1 Доседание закрыто Продолжение следует... 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 Продолжение следует...